«Меняю сигарету на конфету». С таким лозунгом вместе с активистами мы отправились по главным улицам и общественным пространствам города. И вот первый курильщик не заставил себя долго ждать. «Меняем сигарету на конфету». «Ни такая нет. Потому что у меня сигаретина всего одна, и конфеты я не езжу». Реакция у людей разная. Не все идут на контакт, и не все готовы менять сигарету на конфету. Для кого-то покупная привычка оказалась важнее здорового образа жизни. «Пропаганда здорового образа жизни не только у молодежи, но и у общества в целом. Чтобы люди понимали, что курить – это вредно, курить – это плохо, это мешает другим. В первую очередь, это мешает их организму и вредит им, а еще и мешает окружающим. И это не модно? Не модно ни в коем случае». Но есть и те, кто с удовольствием меняет едкий дым никотиновых палочек на вкус сладости. Некоторые даже отдают целую пачку сигарет. «Да ладно, я вам хоть пачку отдам». «Давайте, мы вам конфетки». «Найте, так и будет». «Давайте две конфетки, надо и наушу то, что мало». «Давайте ребёнку ещё одну». Акция длилась около часа. За это время активистам удалось обменять на сладости 40 сигарет. В прошлом году удалось собрать три пачки, то есть 60 сигарет. Много это или мало – сказать сложно. Но ясно одно – с каждым годом в общественных местах города всё реже можно встретить заядлых курильщиков. Ведь закон о запрете курения в общественных местах никто не отменял. Ольга Мариничева, Владимир Безлепкин, Мария Барсукова. Программа «День за днём». Программа «День за днём».